В четверг, 7 июня, пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Уже в 16-й раз президент в прямом телеэфире ответит на вопросы россиян. Они поступают по разным каналам. По телефону, на официальном сайте moskva-putin.ru и через социальные сети в виде смс и ммс-сообщений, а также в видеоформате. Количество заданных вопросов уже под миллион. Впереди еще 4 дня. Понятно, что на все вопросы Владимир Путин ответить не сможет. Но это не значит, что он их не увидит после. Помните зеленые папки, с которыми после прошлой прямой линии президент встречался с губернаторами и требовал решить проблемы? Сработало без осечки. В этом году прямая линия пройдет в новом формате. Президент сразу сможет давать задания губернаторам в режиме конференц-связи. Итак, прямая линия с Владимиром Путином. В четверг, в 12 дня транслировать в прямом эфире ее будет, конечно же, наш телеканал «Россия», а также «Первый», «Россия-24» и «ОТР», а еще радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». В интернете видео и текстовую трансляцию будет ввести ведущий информационный ресурс в Рунете «Реа.ру», агентство «Россия сегодня». Время задать свой вопрос еще есть. О том, какие проблемы больше всего беспокоят россиян в этом году и о последних приготовлениях к прямой линии, Дмитрий Кайстро. Здравствуйте, вы позвонили в редакцию программы «Прямая линия» с Владимиром Путином. Ваш звонок бесплатный, оператор Оксана. Единый центр приема сообщений работает круглые сутки. Огромный информационный магнит, куда в эти дни истекаются вопросы со всей страны. Вопросы к прямой линии с Владимиром Путиным в Единый центр обработки сообщений поступают непрерывным потоком. Тысячи звонков. Люди хотят рассказать главе государства не только о конкретных проблемах, их волнуют и вопросы глобального характера. Положение России в мире, введение информационных технологий, экология и многие другие. Меняются операторы у нас в течение дня несколько раз для того, чтобы обеспечить внимание к полному восприятию вопросов. Десятки операторов с вежливыми голосами помогают четко сформулировать свой вопрос самому взрослому абоненту 98, самому юному 3 года. Все чаще люди не просто задают вопросы или обращаются с предложениями. Их интересует образ будущего России. Место страны в мире, внутренние резервы и точки роста, мировой экономикой и геополитикой. Дети интересуются наравне со взрослыми. Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Я хотел вам задать вопрос. С какими странами вы бы хотели поддерживать отношения? Видео-вопросы, пожалуй, самая интересная часть обращений в Единый центр. Это визуальный контакт с человеком, который к нам обращается. Мы можем больше проникнуться им. Через себя, что ли, пропускаешь все их проблемы? А еще такие вопросы. Наглядная иллюстрация того, о чем люди хотели бы рассказать президенту. Вот рабочие засыпают ямы битым кирпичом. А вот в другом месте с подтоплениями борются при помощи экскаватора в Омской области. Видеоролики записывают обманутые дольщики. Ольга из Самары показывает барак, где нет отопления и воды, но где до сих пор живет вся ее семья. Доведенные до отчаяния, я обращаюсь к своему президенту за помощью. Звонят с пожеланиями и предложениями. Огромный государственный банк идей. У россиян четкое представление, как совершить прорыв. Из всех звонков потом формируются знаменитые зеленые папки, которые после эфира Путин лично направит каждому из губернаторов. Очень прошу Владимира Владимировича помочь нам с газификацией. Правильно я понял ваш вопрос. Владимир Владимирович, у нас в поселке нет медицинской помощи, нет медика. Есть квартиры для проживания? Да, квартиры двухкомнатные. Технология работы колл-центра отработана до мелочей. Задача оператора принять обращение, записать имя позвонившего и город, а еще, что нередко, помочь людям задать их вопрос точнее. Все операторы прошли специальный отбор и специальную подготовку. Ведь общение с людьми требует уважения, терпения и психологических навыков, эмпатии к собеседнику. Очень многие думают, что вопрос задать очень легко. Но когда начинают говорить с оператором, понимают, что теряются. Впрочем, позвонившего всегда внимательно выслушают и помогут. Никаких ограничений по времени для россиян не существует. Мы обязательно даем сначала полностью выговориться человеку, чтобы он не потерял мысль. Параллельно перед этим заносим какие-то заметки в форму обратной связи, который у нас есть. И далее уже начинаем когда проверять, какие-то моменты мы уже корректируем. Для звонков на прямую линию по России действует номер 8 800 240 40. Россияне также оставляют обращения в соцсетях, ВКонтакте и Одноклассниках. Причем как с текстом, так и с видео. Кроме того, оставить вопрос можно на сайте и в мобильном приложении Москва Путину. На сайте же можно узнать и всю необходимую информацию о прямой линии с президентом. В этом году впервые в обработке обращений россиян к Владимиру Путину вместе с операторами участвуют и волонтеры, среди которых немало известных людей, артисты, режиссеры. Их задача помочь разобрать звонки и систематизировать обращения граждан. Меня интересует вопрос о возрасте выхода россиян на пенсию. Спасибо вам, потому что этот вопрос очень на самом деле важный. Вопросы все схожие по каким-то направлениям, да, там ЖКХ и тому подобное, как бы структуризировать эти вопросы и направлять соответствующие органы. Проблема в том, что учреждение 1990 года по строке ни разу не ремонтировалось и уже приходит в негодность. Человек уже знает, что уже есть человек, который ответственный за ту просьбу, которую он передал для президента. И что я просто обязан это сделать. Кроме Москвы колл-центра открылись еще в трех городах. Липецкий, Челябинский и Екатеринбурге. Мы принимаем только голосовые звонки, при этом, что очень важно, длительность каждого звонка, она абсолютно ничем не ограничена. То есть, если гражданин хочет с нами говорить долго, он может говорить с нами сколько угодно долго. Например, вот в первый же день мы приняли звонок, который длился пять часов. В этом помещении поддерживается особый температурный и влажностный режим. Сложнейшая аппаратура, которая обеспечивает приемы и сохранение обращений, расположена в нескольких помещениях. На прошлой прямой линии возможности техники помогли обработать более двух миллионов сообщений. И это, конечно, далеко не предел. Все оборудование надежное и имеет полное резервирование. Если этот оборудование выйдет из строя, то у нас есть горячий резерв, который не даст пропасть ни одному вопросу. Все зарезервировано и все сработает как часы. Принимать вопросы колл-центра будут до окончания прямой линии с президентом, которая пройдет уже 7 июня. Дмитрий Кайстро, Вести недели.